В их память сегодня зажигают свечи, возлагают цветы, объявляют минуту молчания. В 4 утра, час, когда без объявления войны немецкий захватчик пересек границу страны и нанес первый удар. У Сочинского мемориала зажглись десятки огней, зазвучали военные песни. Сочинцы вспоминали день, навсегда изменивший судьбы миллионов людей и разделивший историю страны на до и после. До сих пор мы не решились, к сожалению, сказать о том, что это был геноцид, геноцид русского и других народов на территории Советского Союза. Но прежде всего, конечно, тех народов, против которых было направлено острие немецкой оккупации. В 9 утра к вечному огню вновь поднялись сочинцы. Глава города Анатолий Пахомов наряду с сотнями горожан поклонился подвигу советского народа. Среди тех, кто в этот день пришел на мемориал, ветеранов совсем немного. Они рассказывали, что даже прошедшие 75 лет не смогли стереть из памяти первый день войны. Началась война. У нас раньше времени началось в Гюнжике, понимаете, мы уже слышали, потому что самолеты летели в Новороссийск, и они уже их сверху не пропускали, и они бросали бомбы. Когда только прогремели первые взрывы, никто и представить не мог, что эта война унесет жизни миллионов советских людей. Точная цифра потерь до сих пор не установлена. О подвиге, конечно, помнят. И сегодня внуки и правнуки героев войны пришли к вечному огню, чтобы еще раз сказать спасибо за мирное небо. Я пришел сюда сегодня, чтобы отдать дань памяти погибшим ветеранам Великой Отечественной войны, которые сложили головы ради того, чтобы мы сейчас могли здесь ходить спокойно. Спасибо им большое за их подвиг. В Краснодаре вместе с колонной ранним утром прошел голова края. К вечному огню Вениамин Кондратьев возложил красные гвоздики. Война разрушала планы, семьи, судьбы, жизни. Но она не согнула народ, волю народа, веру народа в победу. Спасибо, что сегодня вы здесь, что сегодня мы все вместе. Мы всему миру говорим, что мы помним героев этой Великой войны, всех, кто погибли. Пока в наших руках не будут гореть эти огоньки, они не будут забыты, они будут среди нас. Это наши дети, внуки, правнуки и последующие поколения тоже скажут. Никто не забыт и ничто не забыт. Спасибо тем, кто отстоял свободу и независимость вводы Великой Отечественной войны. Мы чтим их память, тех, кто не вернулся с войны. Мы благодарим тех, кто вернулся и сделал Россию экономически сильной и независимой. Мы никогда не позволим перед памятью наших отцов, дедов, поставить Россию на колени. Простая стела, серый камень, широкий, скромный пьедестал, навеки вечный и память. Он совестью народа стал. 22 июня 1941 года – День памяти и скорби. Но через 1418 дней, 9 мая 1945-го, он превратился в праздник победы над фашизмом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.